Всем привет, с вами Дричент и вы на моём канале ЧЕН-ТВ ЛАЙФ. Это не основной, ну как скажу так, уже сложно сказать не основной, на втором канале, потому что на этом канале на самом деле бывает смотрят ещё лучше, чем на том первом. Потому что стараюсь для вас находить очень крутые передачи, и сегодня, я думаю, вы прям будете вместе со мной в шоке. Беременный муж. Да, беременный мужик. То есть в природе вроде бы такого вообще не должно происходить, но как бы есть. Я так понимаю, что возможно это в прошлом была женщина или ещё какие-то моменты, не знаю. Давайте вместе с вами смотреть «Беременный муж», как это будет. Буду благодарен за лайк под видео, чтобы ютубчик видел, что вам это нравится. И мы начинаем. Вот так бьётся сердце. Я всегда мечтал стать отцом, но не думал, что сам выношу ребёнка. Боже мой. Майлз, шестой месяц. Я трансгендер. Полностью ощущаю себя мужчиной. Просто у меня есть органы, которые позволяют выносить и родить. Трансгендер — это же те, которые меняют просто пол, правильно? Если я ошибаюсь, напишите в комментариях. То есть типа родился мальчиком, захотел стать девочкой. И наоборот. Верно я понял? При рождении меня записали девочкой, но я трансгендер. Ари, восьмой месяц беременности. Смотрите, вот головка. Привет, боже мой. Вот эта округлость здесь, да? У Ари и малыша очень тесно. А у меня один момент только. Хорошо. А откуда ребёнок? Типа она ему его сделала или что? Типа, а как это произошло? Или они как-то попросили соседа, чтобы он там сделал свои грязные дела? Или как-то оплодотворили искусственно? Я вот этого не понял. А ребёнок-то от кого? Если она женщина. ...связь. Я даже немного завидую. Сегодня был худший день в моей жизни. Меня арестовали, потому что думали, что мой живот – это украденная одежда. Пора рассказать соседям о моей беременности. Это немного необычно, так? Они не знают, что я трансгендер, поэтому мне очень страшно. У вас истончилась шейка матки. Это её нижняя часть. Вы можете потерять ребёнка. Всё хорошо. Это так непривычно. Перехаживаю уже 10 дней. Хотя реально, типа, вот, очень жёстко клепают мужские гормоны. Вот особенно того темнокожего и так далее. Ну, мужик с бородой, прям и так далее, да? Я жутко нервничаю. Возможно, это наш последний день. Мой муж вынашивает моего ребёнка. Если я сдамся, мы не справимся. В смысле, он вынашивает моего ребёнка? Я чё-то въехать не могу. Каким образом? Может быть, она это он? И у нас, типа, просто семья трансгендеров. Типа, он стал... А точнее, она стала ним. И он забеременел. То есть, она в прошлом. А его жена это он в прошлом. Либо я чего-то въехать не могу. Или просто наш ребёнок, как бы, просто теоретически наш, но не а-ля физиологически. Вот это выпуск. Бывает беременна в 16. А я и Кейтлин. Вместе 4 года. Сиэтл, Вашингтон. Смотри, что я нашла. Надо научиться ею пользоваться. Да. Это кроватка. Меня зовут Кейтлин. Мне 37. Знаете, что самое интересное? То, что не одну ж семью такую нашли, да, получается, которые согласились на съёмки. То есть, это не какой-то там, знаете, случай один на миллион. То есть, как минимум, две семьи. Лет. А это мой муж. И я беременный. Так счастлив. Слава богу, смотри. Инструкции нам не нужны. Это не кроватку купили? Деструкции, как ты их называешь? Да, именно. Меня зовут Арь. Я трансгендер. Я считаю себя мужчиной. Но мне всегда хотелось выносить ребёнка и быть беременным. При рождении меня записали девочкой. И назвали Андрей. А, это прям как Андрюха, прям тёзка. Что значит записали как девочку? Ну, записали, потому что трансгендер. Это вообще типа практически сложно определить пол или нет? Или реально просто родился девочкой? Ну, там, по половым, скажем, принадлежностям. Как можно определить? Как бы мальчик-девочка определяется только как бы так одним методом. В 18 лет я совершил каминг-аут, и родители меня поддержали. Кейтлин была моей первой любовью. Мы познакомились в колледже. Это был второй день занятий. Я вдруг увидел её и понял, что никого красивее в жизни не встречал. Какое-то время я тебя даже не замечала. Много месяцев. Мы встречались три месяца... Я вот уже не смог выдержать. Трансгендер. Это все, кто имеет другой взгляд на свой пол и гендер, чем социум и природа. Мужчина может считать себя женщиной. Короче, да, это... Он родился женщиной. Но типа чувствовал себя мужиком. То есть это есть ещё просто другое слово, мы что-то в комментариях. Когда есть люди, которые рождаются без пола. Вот прям не мальчик и не девочка. У них какое-то другое есть название. Я что-то подумал про это. Нет, просто это... Родилась девочка, но поняла, что она хочет быть мальчиком. И вторая история такая же самая. Ага. Окей. Потом она меня бросила, разбила мне сердце. Но я очень её любил. Всегда знал, что хочу на ней жениться и быть вместе. А ещё я знал, что только с ней у меня будет замечательный секс. Через восемь лет судьба снова нас свела. За эти восемь лет многое знамилось. Какой необычный мир. Да. Я никогда не чувствовал себя комфортно в своём женском теле. И вот реально, я слушаю его голос оригинальный. Он мужской. Он прям низкий, таким тембром и тому подобное. Может я тоже был бы неплохой девочули, а? Топить какие-то там гормончики. Я была такая, бэйба, хоть куда? Голосок надо чуть поправить. Ну, знаете, два удара между ног. Да, хренеть. Хочу стать мужчиной. И я начал колоть... Мужской голос. Гормоны. Себе тестостерон. Затем сделал двустороннюю мастектомию. Удалил грудь. И почувствовал себя замечательно. Офигеть. Короче, хочешь быть девочкой, по факту ты должен колоть женский гормон. И мы начнём становиться более женственными. Ну, если мужикам. Хочет девочка быть более мужикоподобной, то колешь тестостерон. Вот почему бывают многие девчонки, которые увлекаются тестостероном. Эти, знаете, девочки такие накачанные. Прямо эти вот пауэрлифтеры, как называются. Они же там, ну, кто очень сильно этим занимается. Они же начинают колоть себе гормоны. Я так понимаю, они начинают всаживать в себя эти кросс-мужские гормоны тестостерон. И начинается преображение женщины в такого... Мужикоподобное состояние. То есть она уже становится более шире, голос ниже, лицо какое-то другое становится. Замечали, да, всегда эти моменты? Это не от того, что она спортом занимается, а от того, что колется гормон. Вот так вот. Я открою тебе дверь. Спасибо. Сегодня мы идем к врачу. Надо отметиться. Чем могу помочь? Да-да. У нас запись на 9.30. Ари. Я забеременел 8 с половиной месяцев назад. У нас было очень веселое оплодотворение. Утка-фе-то. Утка-фе-то. Мы давай не будем называть его веселым. Нет. Ты предупреждал, что будешь говорить странные слова. Так вот, это они и есть, да? Я и хочу их говорить. Я забеременел от знакомого донора, нашего друга. Он обладает многими качествами, которые я хочу видеть в ребенке. Это все-таки был праж. Алло, Джордж. Привет. Это твой друг Ари. Хочешь меня жахнуть? Ты мне нравишься. Дорогая, пойми, ну просто по-другому никак. Ты же знаешь, это наш друг общий. Поэтому пусть он меня... А может, и с первого раза не получится. Приходит его постоянно. Ого, да, нормально. Окей. То есть у вас, получается, как бы двой пап будет. То есть ты как бы папа и биологический папа, а это приемная мать. Какая у нас интересная шведская семья. Мы были у него дома, залили его сперму в шприц, пошли в туалет, и там Кейтлин впрыснула сперму в меня, все произошло в ванной, и... А-а-а. Ладно, измены не было. Ха-ха-ха-ха. Никто никому не изменял. Просто сосед как бы надзюрил шприц, а ему там... Офигеть. И я забеременел. С первого раза, да? По-моему, мы готовы к рождению малыша. Да, рожать-то все равно тебе. Я выросла в семье с либеральными взглядами о гендере и сексуальности. Я лесбиянка, но многие, увидев Ари, думают, что у нас гетеросексуальные отношения. Но это не так. Лесбиянка с мужем, это, конечно, странно звучит. Так себе, да? Да, как есть. А нам нравится, что это так необычно и странно, запутанно. Кейталин сделала мне предложение. Это было очень весело. Я бы каждый день делала тебе предложение. Это было неожиданно и смешно. Я встала на колено и сказала... Ари, протянула тебе кольцо. Выходи за гранат. У тебя было вот такое лицо. Я был в шоке. Ты так удивился. Проходите, ложитесь на спину. Я вам сделала предложение. Хорошо. Сейчас вы почувствуете холод. Доплер. У нас такая штука тоже есть. Отлично. Ари уникальный случай, потому что он беременный мужчина. Для меня самое главное – обеспечить этой семье роды без дискриминации. Персонал больницы может принять Ари за мужа и начать искать его жену. А если у жены плоский живот, кто тогда собрался рожать? Посмотрим, упустилась ли головка. Да, все прекрасно. Привет! Ребенок расположен как надо. Я немного завидую Ари. Потому что я тоже пытаюсь забеременеть. Я ее оттянул. Психологически я понимаю, что это просто женщина, которая колет гормоны. Но со стороны, знаете, когда мозг отключается, смотрю, лежит беременный мужик. Стоит женат. Смотри! У тебя мальчик! Я-то постарше, мне 37 и ближе к 40. Уже начинаются проблемы со здоровьем. Но мы за всем пристально следим. Да. Ари, теперь я попрошу вас согнуть ноги в коленях и свести ступни вместе. Так ваши колени раскроются. Теперь вы почувствуете холод. Так, шейка матки. Малыш подпрыгнул. Низкая шейка, головка тоже. Она уже начинает опускаться. Я на восьмом месяце, и доктор Хаффбауэр говорит, что малыш в правильном положении и готов появиться на свет. Я очень нервничаю, потому что каждый день меня видят люди, которые не знают, что я беременный трансгендер. Да-да, я бы тоже не понял. Пора поделиться прекрасной новостью, потому что времени остается все меньше. Роды-то совсем скоро. Майлз и Прэшис. Вместе 7 лет. Чикаго. Иллинойс. Это фотосессия для беременных сейчас, да? Я Прэшис, а это мой муж Майлз. И он беременный. Округлившийся мужская версия беременности. Мы ждем ребенка. Ух ты. Нравится? Очень. У нас с Майлзом трансгендерная семья. Я женщина-трансгендер, а Майлз мужчина-трансгендер. Хрена себе. Это то, о чем я говорил. То есть, она была в прошлом мужиком, стала женщиной. А он был женщиной, стал мужиком, и они решили создать семью. Ах, какой наш мир многообразный. Ого. А у вас это, типа, прям общий ребенок-то получился? Я так понимаю, может, она органы не удаляла? Типа, женщина с пиписяндром ходит, как бы, или как? Ого, ни хрена себе. Можно мне надеть те туфли? Конечно. В каком-то смысле мне жаль, что я не могу выносить ребенка, но мой муж может. Майлз такой красивый, с этим животиком, он весь сияет. А вот по ней, послушайте, вот слышно мужской голос, вот по ней, что она прям такой низкий, для женского, аж непривычный. Вот только по-мужски. Мужской блеск. Доброе утро. Умираю с голоду. Прямо умираешь? Да, и ты знаешь, чего я хочу. Южную кухню. Да-да-да. Хочу макарошки с сыром, картошку и кукурузный хлеб. Точнее, не я хочу, а наш ребенок хочет. Это все. Мы с Майлзом поменялись ролями. Лучше давай сделаем яичницу и тосты. Прэшес. Я тут беременный, я еду заказываю. Спасибо. 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 Обычно в отношениях капризничаю я, Майлз потакает любому моему капризу. Но мне приятно поменяться ролями. Едва узнав о беременности, я сразу понял, что отыграешь по полной. Когда мы расскажем ребенку о том, что мы трансгендеры? С самого рождения мы расскажем ей о разнообразии и о том, что семьи бывают разными. Так что, когда она поймет, что родители трансгендеры, она будет нами гордиться. Возможно, и в ее жизни появится такая же семья. Ее муж будет трансгендером. Шансы есть. Я не рано понял, что отличаются от всех. Если ребенок растет в такой семье и говорит о том, что нормально, мы должны это прекрасно понимать, что шанс в разы больше, чем если ребенок жил бы в традиционной семье. Ну, это логически можно понять. Это сказать, если у тебя родители алкаши, то шанс стать тоже алкоголиком выше. То есть не факт, что ты им станешь, но шанс стать алкашом выше, если у тебя все в семье бухают. Для родителей я был любимой дочкой. Но у меня был старший брат, и мне казалось, что я похож на него. Однако мое тело было совсем другим, и я этого не понимал. Это типа вот он внизу, да? В 86-м году, когда мне было 5, я совершил каминг-аут. Но не как трансгендер, потому что в нашей семье такого слова даже и не знали. Я сказал родителям, что мне комфортнее одеваться в одежду для мальчиков, и мне хочется, чтобы ко мне обращались как к мальчику. Как пацанки ходят. Они сразу начали читать специальную литературу, поддержали меня и в целом помогли. В 20 лет я начал колоть тестостерон, хотел отрастить бороду, и он здорово помог мне психологически. Все стало на свои места. Так что, мужики, если вы хотите бороду, она не растет. Легко. Я теперь понимаю, как в цирках были бородатые женщины и тому подобное. Знаете, это было всегда этот цирк фриков, там разные могли быть люди. Я помню, всегда была популярная бородатая женщина. То есть, либо у нее просто было с рождения тестостерона, наверное, да. Тогда же, наверное, не было уколов тестостерона. Просто у женщины был очень завышен тестостерон. И росла борода. Охренеть. Мне нравилось, что у меня растут мышцы там, где раньше... Вот реально, вот по ней капец как видно, что она вот... Мужские какие-то черты реально заметны. Их и не было. А еще мне нравилось чувствовать себя невероятным халком. Я делал укол и был готов покорять мир. Ты будешь мамой, мамочкой или мамулей? Мамой. Правда? Ну, не знаю. А я все никак не решу. Папой меня называть или папулей. Как вообще меня называть? Как мило. Конечно. Равница большая. У нас с Майлзом совершенно разные семьи. Моя семья неблагополучная со множеством проблем. Я с детства понимала, что я не мальчик. Во мне нет ничего от мальчика. Но мое несоответствие полу было встречено в штыки. Было очень больно. Я всегда хотела создавать собственный мир, потому что не могла жить в реальном. Десять лет назад я стала колоть женские гормоны, и мне стало легче. Офигеть. То есть, представляете, насколько реально сильны вообще гормоны? Вот насколько они могут изменить человеческую жизнь? Вот вы себе это представляете, да? То есть, просто. То есть, мальчик, девочка. Ну, то есть, если не говорить про каким-то генитальным предрасположенностям. То есть, просто гормон. Валиваешь в женщину мужской гормон, превращается со временем, ну, не в стопроцентного, но триндец в мужика. Берешь мужика, вкалываешь женскими гормонами, получается, женщина. Охренеть, конечно. Как это все так получается? Я, наконец, почувствовала себя настоящей. Эстроген смягчил мою кожу. Я прибавила в весе. У меня появились округлые формы. Говорят, я стала очень красивой. Да-да-да. У меня фигура изменилась, и я очень довольна. Все в нужных местах. Она там прямо бушует. Пинается? Да-да, потрогай. Какая прелесть. Я ее чувствую. Да. Боже, она и правда ураган. Да. У меня сердце замерло, когда я увидел Прэшес. Офигеть, это свадьба, да? Я знал, что она моя вторая половинка, человек... Вот ты вот реально скажешь, что вот эта вот женщина стоит, а это мужчина. Офигеть просто. С которым я могу завоевать весь мир, и вот я на шестом месяце беременности. Сначала любовь, потом брак, а потом и до детей дошло. Я думаю, лайф реально заслуживает. Я могу только представить лица врачей и персонала, когда я приеду в больницу. Скажем, мы приехали рожать. И все будут смотреть на тебя. Да-да, доктор Бартон уже всех подготовила. Да, я знаю, но одно дело всех подготовить, а другое... Увидеть реально, да? Увидеть двухметрового темнокожего мужчину, который говорит... Ну все, я приехал рожать. Мне сложно объяснить людям, что несмотря на то, что я вынашиваю ребенка, я не его мать. Я отец. Просто у меня есть органы, чтобы выносить и родить. Вот и все. Некоторые трансгендеры делают операцию по полной смене пола, некоторые нет. Мы с Майлзом прекрасно чувствуем себя и без операций. Да, то есть реально получается, у нее остался пенис, а у него вагина. И получается, я так понимаю, что ребенка они сделали общим трудом. То есть без помощи соседа и тому подобное. Такая мама с Дилдой. И папа такой, опа. Охренеть. Как необычно. Этот ребенок плод нашей любви с Прэшес. Мы вместе пройдем через это испытание. Непростое. Я хочу настроить вас на оптимистичный лад перед родами. И мама с членом. Меня жутко пугает роль беременного мужчины. Учебников для беременных мужчин не пишут. Я не знаю, чего ожидать. Это все очень и очень страшно. Тарий Кейтрин. Восьмой месяц беременности. Сиэтл. Вашингтон. Больше всего я боялся, что ради беременности мне... Женоплеца. ...придется надолго отказаться от инъекций тестостерона. Ведь именно он помогает мне... ...комфортно чувствовать себя в своем... ...деле. К счастью, менструации быстро вернулись. Мне удалось забеременеть с первой же... ...попытки. Тогда в туалете. Ага. Привет. Ну, я все. Готов? Да. Сегодня мы решили, что... ...пора рассказать соседям о моей беременности. Так же они не знают, что я... ...трансгендер. И мне сложно каждый раз рассказывать... ...о своей беременности. Мы купили этот дом год назад... ...и подружились с соседями. Я представляю сейчас, как соседи будут в шоке. Вообще-то я женщина. Они такие... ...какая у них будет реакция? Такие... ...да, ну ничего страшного. Но я сомневаюсь. Они будут такие... ...что? Чтобы наши дети жили в безопасности. Я не хочу жить с людьми, которые нас не принимают. Ты им будешь говорить, ладно? Я думаю, там отращения не будет, но шок точно. Блин, ну в Америке это более... ...шестой месяц беременности. Привычно, что ли. Однополой семьи. Здравствуйте, как выживаете? Я не могу привыкнуть. Я на шестом месяце, и мы приехали на прием к врачу. Будем проверять, все ли у нас в порядке. Просто у меня сейчас снежка шесть месяцев беременность. Скоро будет сидеть в обсе, а мы так бессим. Она со мной пытается. Чен скоро рожает. Котик, не волнуйся, все будет хорошо. А что у них есть этот закуток? Мне всегда страшно сюда приходить. Мне жаль. Все смотрят на меня. Наоборот, получается, надо, чтобы снежка начала колоть себе тестостерон. Она стоит такой бородатой. Красивой. А я буду себе какой-то женский гормон и буду... Борода нахрен уйдет. Личика. Сисяндры себе вставлю. Двоечку, троечку. Буду ходить. Просто буду двухметровая баба. Метр девяносто, ладно. Буду модель. Когда живот начал расти и все стало очевидным, я почувствовал угрозу. Я столько лет скрывал свой пол. Ты просто живешь, и никто не знает, что ты трансгендер. Реально, я бы тоже не знал. Я темнокожий трансгендер, поэтому поводов для беспокойства больше. Я готов. Приспустите брюки, пожалуйста. Хорошо. Теперь мы вас накроем. Накрывайте. Посмотрим. Ну, видно, я уже вижу. Чтобы забеременеть, мы, по совету врачей, сделали ЭКО. Потому что я и Прэшес принимали гормоны. После двух лет попыток, это был наш последний эмбрион. Это был наш последний шанс, если честно. Вот так бьется сердце. То есть они, короче, пытались сделать, но не получалось. Узнав, что у нас будет ребенок, мы сели на пол и заплакали. У нас получилось. И это было такое облегчение. Майлз? Здравствуйте. Доктор Бартон. Рад вас видеть. Как поживаете? Майлз – наш первый пациент-трансгендер. Я сразу задумалась, как нам создать комфортные для него условия в клинике. Самым сложным испытанием оказались туалеты. У нас они только для женщин. Пришлось поменять правила. Многие врачи об этом даже не задумываются. Для женщин и одного человечка. Как мужчина, выйдите отсюда. Я не поняла, или точнее, я не понял. Анна позвала меня обсудить с вами результаты УЗИ. С малышом все в порядке. Хорошо. Они ее осмотрели, со всех сторон все хорошо. Отлично. Но мне нужно кое-что с вами обсудить. Хорошо. У вас есть нетипичная патология. Ваша шейка матки, нижняя ее часть, истончилась. Я знаю. Будет сложно протолкнуть. Проблема в том, что она может в любой момент раскрыться, и это увеличивает риск преждевременных родов. К сожалению, эта проблема не редкость. Если шейка матки раскроется, к сожалению, это грозит потерей ребенка. Вряд ли это связано с тем, что он трансгендер. Однако достоверных данных у нас нет. Рожающих трансгендеров не так много, данных крайне мало. Мы будем внимательно за вами наблюдать. Надеемся, что на поздних сроках ничего не случится. Хорошо. Слова доктора разбили мне сердце. Это был наш последний эмбрион. Поскольку я трансгендер, нет гарантии, что я снова смогу забеременеть. Короче, получается, они создали эмбрионов, и они хранились в криокапсулах. И, наверное, каждый раз они их подсаживали, 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 и они постоянно не приживались. Это был последний эмбрион, который подсадили и прижился. А если ни хрена, то, я так понимаю, новых эмбрионов нет. Либо им нужно будет снова их создавать, а если не получится, брать какого-то другого. Правильно я понимаю? Я в шоке. Мне кажется... Я не могу. Все хорошо, милый. Не, ну жестко тоже с другой стороны. Типа он понимает, что может и ребенка не быть. Как-то. Новость о том, что у Майлза короткая шейка матки, меня расстроила. Есть риск преждевременных родов. Но я знаю, что сейчас я главная опора для Майлза, и я ему помогу. Все хорошо. Ты готов? Я знаю. Ты готов? Да. Готов? Да. Ну, идем. Идем. Хорошо. Давайте поговорим. Я понимаю, как вам трудно. Мне нужно будет сходить к врачу, начать прием лекарств и чаще ходить на осмотры к доктору Бартон. Майлз выносливый и очень сильный. Я не сомневаюсь, что у нас все получится, и в итоге у нас родится красивый ребенок. Мы очень этого ждем. Я думаю, просто зайдем уже в дорогу, правильно? Ай, Китлин, восьмой месяц беременности. Сиэтл. Вашингтон. Соседям? Это интересно. Сегодня мы решили рассказать соседям о моей беременности. Они не знают, что я трансгендер, и думают, что я мужчина. Просто с музыком, да? Мне очень страшно. Я не знаю, как они воспримут такие новости. Привет. Привет, сосед. Ну и погодка. О, боже. Я старалась не намокнуть. Привет. Привет. Как дела? Мы знаем Ари и Китлин примерно год. Они купили дом по соседству с нашим. По-моему, они очень хорошие, добрые, приятные люди. Так. Привет. Привет. Давайте присягнем, да? Я рада, что мы собрались поговорить. Я разнервничалась, когда мы пришли к Джиллу Брэндону. Я решила все сразу сказать. У нас очень хорошая новость и очень личная. Мы сразу хотим предупредить, что это прозвучит необычно. И мы ждем ребенка. У нас будет малыш. Здорово. Часыка, поздравляю. На каком ты сроке? Это не я. Роды совсем скоро. Так. Но я не беременна. Так. У нас нет суррогатной мамы. Ладно. Ари беременна. Я трансгендер. И я вынашиваю ребенка. Боже мой. Ничего себе. Вы об этом не знали? Нет. Невероятно, да? Мы были в шоке. Такая неожиданная новость. Когда они все рассказали, я сразу подумал, ну слава богу, я адекватный, ничего плохого и нетолерантного приари никогда не говорил. Хотя может вырваться. Молодцы. Как здорово. Мы будем у вас учиться. Мы рады, что рядом будет малыш. Спасибо, нам уже не терпится. Так, как обращаться к Арии? Как к женщине или к мужчине? Это же важно. Момент-то такой. Чувак, реально шок. Он прям такой же... Ты, он, она? Как звать теперь-то? Прекрасно. Когда роды? Очень скоро. Боже мой. Через неделю. Круто. Боже, сюрприз, да? Красота. А это не чизбургеры? Не только они. Мне бы такую отмазку. Все прошло хорошо. Я в целом очень рад. У меня было чувство, будто я должен был скрывать беременность от всех, а я этого не хочу. Ведь беременность – это нормально, это естественно. Мы ничего не имеем против, так что у вас хорошие соседи. Я знаю. Нам повезло. Майлз и Прэшес, восьмой месяц беременности. Детский магазин? Чикаго, Иллинойс. Последние пару месяцев я хожу к врачу. Она наблюдает за моей короткой шейкой матки. Я по-прежнему могу начать рожать в любой момент. Мне проще выходить в люди, когда Прэшес рядом. Я чувствую себя комфортней. Тут красивые вещи. Женщина не может понять. Я на восьмом месяце, и мы знаем пол-ребенка. У нас будет девочка. Я назову ее Зэйм. По-арабски это значит «грация». Прелесть. Мне не терпится ее наряжать. А если она будет пацанкой? Тогда есть с пожарными машинками. Хорошо. Какое чудо. Она будет такой красавицей. Я буду завязывать ей бантики. Мы с Майлзом не сходимся во мнениях. Я хочу наряжать девочку в девчачью одежду. Майлз хочет одевать ее нейтрально. Она будет моей принцессой. Но я сразу дам ей понять, что если ей захочется стать принцем... Это тот случай, когда он был девочкой, стал мальчиком. И он пытается свою дочку будет так же сама. То есть может не обязательно в мальчика тянуть. Но чтобы там якобы сама больше решила. Не навязывать а-ля стереотипное. Ты девочка, значит платьичко. То, что хочешь, то и носи. Но из этого шанса а-ля, что ребенок в такой семье появится тоже. Возможно с такими же особенностями. Скажем так, ну согласитесь, намного выше. Я ее всецело поддержу. Я не буду препятствовать. Блин, ну выпуск, конечно, прям... Это что? Я думал, вам нравится. Он чуть для кормления. Я все еще не знаю, как буду кормить ребенка. Я на восьмом месяце, но еще не решил, как мы будем кормить ребенка, потому что мне мешает гендерная дисфория. Мне некомфортно осознавать, что у меня другой биологический пол. Я смотрю на свою грудь в зеркале и испытываю неприятные эмоции. И начинаю немного нервничать. Мне это не нравится. Я наоборот стремился от этого уйти. Можешь сцеживать молоко в бутылочку, а я буду кормить. И я так понимаю, у него начала грудь расти. Ну, типа, от беременности грудь же растет, правильно? И он имеет это в виду того, что бат смотрит, а у него там соски наливаются, и грудь, и молоко появится. Так и решим проблему. Я не знаю, насколько мне будет комфортно его сцеживать. Я понимаю. Как же я думаю о безопасности? Как это будет выглядеть? Двухметровый темнокожий парень с ребенком у груди. Что это такое? Да, верно. Мне будет некомфортно. Я буду постоянно нервничать. Чем ближе рождение Зейн, тем выше уровень паники. У меня короткая шейка матки. Вдруг у меня отойдут воды посреди Чикаго, а Прэшес не будет рядом. Что я буду делать? Рожать прямо на асфальт? Неприятно. Майлз и Прэшес. Восьмой месяц беременности. Чикаго, Хеллинойс. Дорогая, я займусь всем здесь. Хорошо. Я не буду ходить туда-сюда, просто буду наблюдать. Я всегда рада помочь. Сегодня мы пригласили брата Майлза и его жену на последний семейный ужин перед рождением Зейн. Я рад, что вы пришли. До родов осталось совсем чуть-чуть, и я начинаю жутко нервничать. Ну, конечно. Мы станем родителями. Это нормально. Я буду отцом. Ты на финишной прямой. Точно. Ура. Это как оттуда брат поставщик. Беременность все время изображают такой чудесной, говорят, что это лучшее время в жизни. Все так и есть, первые две недели. Да. Но не сейчас. Это постоянные эмоциональные качели. Кстати, у меня есть вопрос. Ваши дети знают о нас с Прэшес? Хороший вопрос. Я не думала об этом. А вот я подумал. Когда мы были у вас в гостях, мне стало жарко, но я не стал снимать куртку. У вас очень умная дочка. И сестра у нее смышленая. Я не знал, предупредили вы ее или нет. Она знает, что вы ждете ребенка, но детали мы, конечно же, не обсуждали. Мы пока к этому готовимся. И обязательно все им расскажем. Непростой будет разговор, но, надеюсь, она поймет, хоть ей пять лет, она все поймет и будет вас уважать. Конечно, все поймет. Конечно. Вот что мне нравится в семейной жизни. Моя семья совсем не принимала мою нетрадиционную ориентацию и гендерную дисфорию. У меня нет полноценного понимания, что такое семья. В детстве мне не с кого было брать пример, и мне было очень больно от этого. Я очень стараюсь, чтобы у Зейн была идеальная жизнь. Я понимаю, что у меня не получится быть идеальной мамой. От промахов никто не застрахован. Да, поначалу всегда думаешь, что справишься со всем. Ты будешь идеальной мамой, будешь в родительском комитете, будешь печь печенье, наряжать дочку. Да, верно. Вы будете хорошими родителями. Главное, любите и поддерживайте друг друга и ребенка. И у вас все получится. Спасибо за совет. Не за что. Мы всегда рядом. Мне не терпится полюбить Зейн. Спасибо. Когда Майлз выходил из магазина, к нему подошли полицейские в гражданском. И что? Им поступил сигнал о подозрении на кражу. Серьезно? Какого это за дело? Сегодня был худший день в моей жизни. Я пошел в магазин, и на выходе... А, они подумали, что он что-то выносил. Меня окружили человек семь полицейских. Они надели на меня наручники. Я начал кричать изо всех сил, чтобы они вели себя осторожнее, потому что я беременный. Жесть. Я поверить не могу, что меня... Покажите, что у вас там. Смотришь, там просто большой живот. Странная хрень, если честно, да. Арестовали, приняв живот за украденную одежду. Какой-то парень им сказал, что у меня что-то спрятано под рубашкой. Женщина-полицейский подняла мою рубашку и вскрикнула от удивления, увидев, что я и правда беременный. В общем, мне было ужасно, неловко и плохо, ведь все могло закончиться куда хуже. Ты сегодня разбушевалась. Каждый отец хочет защитить своего ребенка, а я защищаю его до появления на свет. Теперь я реже выхожу из дома, просто жду родов, и уже хочу, чтобы все это побыстрее закончилось. Ари и Кейтлин. После предполагаемой даты родов прошло 10 дней. Сиэтл, Вашингтон. Тебе мы взяли футболку и халат. Я перехаживаю уже 10 дней. Сегодня мне будут стимулировать роды. Ничего не поднимай, если замечу, буду ругаться. Для этого у меня есть ты. Я чувствую себя уязвимым, ведь я беременный мужчина. Все готово, милый. Почти приехали. Во время оформления документов я боялся, что что-то пойдет не так. Я хотел остаться в сознании на время родов и чувствовать, как рождается мой ребенок. Ари стимулировали роды. Через 8 часов начались схватки. Прекрасно. Еще, еще. Вот так. Отлично, Ари. И ноги такие волосатые. Продолжайте. Да. Через 30 часов перестала действовать эпидуральная анестезия. 30 часов рожал? Ты сможешь. Да. Мой врач сказал, что если я не рожу за три потуги, мне сделают экстренное кесарево сечение. Да, ребенок же может задохнуть и там. Я отказался. И начал тужиться дальше. Вот так. Так, хорошо, хорошо. И на следующей же потуге вышла головка, а потом и весь ребенок. Это было невероятно. Привет, малыш. Вот и все. Сколько волосиков. Какая красота. Красота. Ты только посмотри на них. Теперь плацента. Ты меня слышишь? Долго же мы тебя ждали. Это папа. Как тепло. Ты знаешь, что это твой папа. Какое же это чудо. Никогда не видела никого красивее. Чудо, правда? Ребенок сразил меня на повал. Было так здорово. Мне поднесли ребенка, и я сразу понял, что это ребенок мой. В этом нет никаких сомнений. Это... Лучшее чувство на свете. Пушки такие маленькие. Идеальные, как у папы. Само очарование. Майлс и Прэшес. Девятый месяц беременности. А здесь тоже надо ложать. Халат себе взяла? Да. А это что? Ты такой смешной. Это наш список необходимых вещей для роддома. Сегодня мы собираем вещи для роддома, куда поедем пораньше, в целях безопасности. Из-за короткой шейки матки врачи решили стимулировать роды. Я рада, что доктор Бартон решила принять нас раньше и будет следить за родами. После стимуляции родов мы не знаем, когда родится ребенок. Ты будешь очень сильно переживать. Да, да, я уже нервничаю и паникую. Я очень боюсь рожать. Я трансгендер, и мне приходится скрываться. Я ношу разную, многослойную одежду, защищаю тело от внешнего мира. Мне будет страшно раздеваться перед людьми. Ну что ж, поехали. Малышка, мы в пути. Ты нервничаешь. Как ты? Я здесь с тобой. Да. У меня музыкальный настрой. Чую сейчас, ты что-то устроишь. Нет, попытаюсь скрыть волнение. Не начинай петь, а то я тебя знаю. Раскрытие 9,5 сантиметров. А пульс ребенка 138-137. Врач придет через час, когда можно начинать тужиться. Ну вот тоже, на самом деле, вот замеряем, когда снежку. У нас есть этот Доплер. И вот у нас сейчас, по факту, вот 6 месяцев практически подошло к концу. Скоро начнется седьмой месяц, ну, на момент съемки. И да, там тоже у ребенка пульс в среднем 140. 142, 138, 143. То есть вот 140, можно сказать, так плюс-минус держится. А потом, я так понимаю, уже с возрастом, чем человек становится старше, тем пульс замедляется, если вдруг вы не знали. То есть с каждым годом, там, десятилетиям и так далее, пусть все слабее, слабее, слабее. Ну, по чистоте. Какой необычный выпуск. Ты большой молодец, дорогой. Милый, побереги силы. Час спустя. Все это снимаем. Надо снимать? Да, нам нужно видеть, что мы делаем. Теперь можно начинать тужиться. Сосредоточься на рождении Зейн. Приложи все усилия. Выгибайся к потолку изо всех сил. Начинается схватка. Пробуем тужиться. Хорошо. Вдох. Задерживаем дыхание. Начали. И тушьтесь. Давайте изо всех сил. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Отлично. Так. Вы готовы? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Мне тяжело видеть, какой дискомфорт испытывает Майллс. У тебя все получается. Ему не по себе от всего этого, но он продолжает тужиться. Продолжает тужиться. Вот так. Давай еще. 7, 8, 9, 10. И еще раз. Ну пока Митаруда не принимает, пока она еще наблюдает. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Что, вылазит? И все. Поздравляю. Все, Майллс, все закончилось. Как только я увидел малышку, моя жизнь изменилась тут же. Это же у них и по факту полностью их ребенок, правильно? Это самая красивая девочка в мире. То есть нет соседа? Это наша дочка. У тебя получилось. Посмотрим на папу. Пойдем. Да, знаю. У нее мои волосики, смотри. Кучерявая, да. Она проснулась. Какая красавица. Мама кучерявая. Это просто чудо. Или папа, как-то сказать. Она любит папочку. Я наслаждаюсь нашей дочкой и хочу, чтобы она почувствовала мою любовь. Это самый прекрасный день в моей жизни. Он в корне меня изменил. И меня. Я люблю тебя. Ари Кейтлин Сиэтл вошел в тон три недели спустя. Наденем ползунки в цветочек? Да. Мне нравится тут стоять, когда тебе меняют ползунки. После родов прошло три недели. Это наш ребенок. Мы очень рады поделиться нашей историей. Я горжусь нашей семьей и нами. Но мы решили не раскрывать имени ребенка и сохранить его в тайне. Они недавно хорошо поели, но все равно не откажутся от ЕДИКСа. Ты думаешь? Мы решили не указывать пол ребенка в свидетельстве. Мы называем ребенка «они». Потому что либерально в вопросах гендера. Когда люди спрашивают... А так можно? В смысле мы решили не указывать пол ребенка. А как? А в Америке типа так разрешено? Типа кто это? Охрен его знает ответ или что? Они? Они это когда их много. Оно? Это одно. Спрашивают мальчик у нас или девочка. Мы говорим, что не знаем. Мы подождем, когда ребенок сам решит, как себя идентифицировать. Такие вот дела. Мам, я кто? Без понятия. Ты как думаешь? Ну, вроде бы жулика нет. Я девочка. Ну, может быть. Ну, это не точно. В смысле? Я все понимаю. Иди сюда. Пушиночка. Прошу к шведскому столу. Пора пить молочко. Я удалил молочные железы и не могу кормить. Как ребенка носила не я, я хотела кормить его грудью. Тебе надо запомнить. Там бутылочка, а тут сосок. Мы используем специальную систему для сдокорма. Молоко поступает по трубочке к соску, и ребенок хватает сосок. Эта система позволяет наладить связь между родителем и ребенком. И позволит малышу чувствовать себя в безопасности. Короче, они типа не грудью кормят, а создают имитацию кормления груди. То есть, по факту, ребенок кушает с бутылочки, но по трубке, типа стекает все к соску, приклеенно на скотче. Ну, образно, там, на пластыре. И ребенок, хватая сосок, хватает эту трубку. Из этого идет... Хрена себе нанотехнологии. Я успешно восстанавливаюсь и снова начал колоть тестостерон. Я прекрасно себя чувствую. Теперь мне комфортно в моем теле. Ты такой милый и прекрасный папа. Беременность одновременно стала и испытанием, и радостным событием. Мы рады пополнению в нашем необычном семействе. Я тоже хочу забеременеть. И скоро снова буду пытаться. Ты вроде хотел передохнуть года два и попробовать еще раз. А это можно уже разводить. Ты хочешь еще детей? Мне хватит вполне четверых. Тогда мне придется найти работу с зарплатой повыше. Я хотела стать лучшей мамой на свете и всему тебя научить, но у тебя уже все прекрасно получается. Извини, что тебе нечем у меня учить. Хочу чувствовать себя умнее, но не получается. Но ты все равно многому меня научила. Майлз и Прэш из Чикаго, Иллинойс, месяц спустя. Она хорошо поспала. Иди сюда, крошка. Привет, солнышко. А здесь, видите, типа здесь говорит она. То есть здесь не оно и непонятно кто здесь. Они типа, хотя при всем этом, они полные гендеры. То есть он был ею, она был ним. Ну, вы поняли. То есть полная смена полов. Но ее называют девочкой пока что. Мама тебя держит, малышка. Зейн чуть больше месяца от роду. Я переполнена чувством любви. И я впервые понимаю, что такое настоящая семья. Ты папина дочка? Зейн. Зейн, да. Тебя папа родил. Привет. Кажется, она проголодалась. Да. Иди в кресло-качалку, я тебе ее принесу. В роддоме медсестры научили меня кормить грудью. Удивительно, но... Вот здесь такая песня детская, очень старая. Папа может, папа может, все что угодно. Там только мамой не может быть. Оказывается, может. Оказывается, это обманочка. Папа может и мамой быть. Зейн сразу же взяла грудь, и нам обоим было комфортно. Так что я решил, что буду кормить ее грудью. Она есть хочет. Ешь скорее. Давай, давай, молодец. Я смог найти гендерно-нейтральную шаль для кормления. Такие бывают. Мне комфортнее кормить дочь, прикрываясь. Я называю это пещерой Бэтмена. Когда приходит время кормления, мы с Зейн становимся Бэтменом и Робином и идем в пещерку, и мы прекрасно проводим время. Ну все, она наелась. Хочешь ее взять? Можете прогуляться. Давай. А им типа, что молочные железы не отзывили, получается? Во время беременности я очень боялся, но теперь я счастлив быть отцом. Это потрясающе. То есть получается, можно как-то так удалить грудь, но оставить молочные железы. Я правильно понял? То есть он же кормит грудью. То есть ребенок сосет молоко, а груди нету. А молочные железы остались. Комфортно в своем теле, хоть я и скучаю по большому животу. Да? Мы очень переживаем, что ребенка с двумя родителями-трансгендерами придется защищать от людей. Даже не знаю, что нас ждет впереди, но это было круто. Что бы ни было, наши дети будут знать, что мы всегда рядом и придем на помощь. Ах, ну вот как-то так. Что скажете? Мне кажется, что выпуск реально заслуживает лайка, и вы в жизни такого могли даже и не видеть. С радостью прочитаю ваши комментарии, ваше мнение. Проверьте подписку на этот канал, Чен ТВ Лайф, чтобы не пропускать. В общем-то, в дальнейшем тоже очень необычные ролики, которые буду для вас находить. И до скорой встречи. Всем пока.